За кулисами идут последние приготовления к концерту. Это выступление – часть большого проекта, который воплощают в детской школе искусств поселка Развилка. В этот раз он посвящен творчеству Петра Ильича Чайковского, чье 180-летие отмечалось в нынешнем году. В школе искусств учатся дети хореографии, учатся дети рисовать, то есть художники, и учатся музыканты. А сейчас у нас есть еще и театральное отделение. Вот и возникла идея – создать единый проект, в котором будут участвовать все дети – детская школа искусств. Основное направление проекта «Рисуем музыку» буквально объясняет ее название. В фойе ДШИ представлены рисунки учеников изобразительного отделения. В данном случае они посвящены пьесам сборника Чайковского детский альбом. Тем временем на сцене началось представление. Цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни. Детский альбом Петра Ильича Чайковского состоит из 24 пьес для каждой своей исполнителя. Всего в проекте участвуют более 80 детей и преподавателей. В итоге, кроме концерта, издается иллюстрированный альбом с рисунками и нотами. И так на протяжении 8 лет. Проект, посвященный творчеству Георгия Свиридова. И это тоже детский альбом. То есть здесь тоже у нас ноты. Да, здесь тоже ноты, здесь тоже в середине рисунки. Все рисовано детьми. Да, это, кстати, был самый первый Свиридов. А представление продолжается. Одиночных исполнителей сменяют ансамбли, меняются сцены, свет, настроение в соответствии с пьесой из детского альбома. Александра Андронова, постановщик концерта, отмечает, что все номера в нем подчинены одной главной цели. Максимально окунуться, наверное, вот в эту атмосферу детскую, чтобы приблизиться, почувствовать, как, значит, проходил их день. Чтобы наши дети немножечко тоже приобщились, узнали, как жили в то время, это 19 век, как в то время жили, чем интересовались. И, в общем-то, какая была культура у детей. Уже сейчас известно, кому проект будет посвящен на следующий год, но организаторы раскрывать секрет не спешат. Пусть будет сюрприз. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.